всем привет с вами кира котова сегодня поговорим о свадьбе хюрем султаны сулеймана а также не забудем всех детей хюрем сколько на самом деле было детей у хюрем какая была реальная история свадьбе хюрем обязательно подписывайтесь на наш канал с нами будет еще интереснее и так для того чтобы удержать власть хюрем необходимо иметь много мальчиков но она даже не предполагала что самым любимым ребенком который поможет сблизиться хюрем и султана будет дочка хюрем рожает шесть детей что на то время было небезопасно для мамы и малышей медицина была не развита но хюрем справилась она подарила первенца мехмеда потом мехримах селима абдулу баязита и джихангира к сожалению мы не смогли увидеть абдулу так как он умер во младенчестве и его сценаристы решили не отображать в сериале хюрем родила пять наследников по тем меркам это было очень много так как наложницы разрешалось иметь только одного шихзаде через десять лет сулеман принимает решение освободить хюрем к сожалению из-за интриг султанши народ ее не сильно любил именно ее предпочитают винить в смерти мустафы именно мустафа имел первое право на престол и если бы он зашел на него то все дети хюрем были бы задушены она не могла этого позволить и по словам некоторых историков она подставила мустафу но есть и другие версии о том что мустафа и вправду хотел свернуть отца так как сам уже старел но давайте вернемся книках у между хюрем и сулеманом султанша стала первой женщиной на которой женился сам султан он дал свободу и приданное этим самым он смог на ней жениться но тут скрывались и другие коварные умыслы не все так просто как казалось бы более подробнее вы сможете увидеть видео по ссылке выше брак был заключен в 1530 году в стамбуле также сулеман придумал звание хосики он пытался подчеркнуть особый статус хюрем гареме этим самым дав ей возможность участвовать в политике османской империи она часто списывалась королевами и принимала гостей с открытым лицом рядом с троном султана также султанша любила благотворительность она построила несколько комплексов где были мечети школы больницы но к сожалению в турцию хюрем по сей день так и не полюбили не гоже быть такой смелой сильной и властной женщиной в османской империи что вы думаете по этому поводу обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить наше видео с нами будет еще интереснее прольется очень много крови это будет кровь моих врагов никого не пощажу а